Как это ни странно, но в Магнитогорске есть два предприятия, без которых город бы не существовал. Самое удивительное, что оба этих предприятия год в год празднуют свое 80-летие. Еще более удивительно, что в сокращенном виде эти предприятия называются одинаково. ОАО ММК. И если вы думаете, что юбилейную тему комбината дано освещать не дочке, ТВИНу, то речь сегодня идет о открытом акционерном обществе Магнитогорский молочный комбинат. Вы, конечно, все его знаете, более того, в Магнитке, да и в округе нет ни одного человека, который бы не пробовал его продукцию. Мало того, если продукцией ММК вы пользоваться каждый день не можете, но вы не можете же каждый день есть металл, то молоко и молочная продукция нужна каждый день. Давайте представим, 80 лет назад степь Магнитогорска не была. Приехали первые поселенцы, да и завода-то толком не было. Но хотелось, естественно, кормить детей, потому что без детей люди не приезжали. То есть можно говорить о том, что молочные заводы – это системообразующие предприятия. Ну, начиная вот от истоков, что молоко – это вот первый вкус, который человек ощущает с рождением. И молочный завод вместе с городом, вместе с городообразующим предприятием, металлургическим комбинатом, строились в первые годы. То есть вот наш отсчет времени идет от 30 января 1932 года. То есть вот нам сегодня 80. И сегодня, за время своего существования, за эти 80 лет, мы не утратили традиции, мы их только приумножили. Всегда поражал ваш вкус. И я всегда знал, что ваше молочко должно храниться, ну, 3, максимум 5 дней, потому что оно свеженькое. Да, наше молоко очень свежее, очень вкусное. Мы все силы к этому прилагаем. На старом заводе, конечно, все было немножко иначе. Но все равно мы все были молоды, нам было все интересно, все было понятно, все доступно было. И продукция, конечно, и нам всем нравилась наша. Когда-то вот в свое время, помните, открыли двери и на рынок хлынули все. Молоко практически мы ели, вот непонятно кто производил. Вы на ногах устояли. Качество осталось прежде? Качество осталось прежде. На ногах мы устояли. Все это благодаря, конечно, нашему директору Татьяне Никандровне. Мы прям, надо сказать, выстояли, пережили вот этот момент. Она очень нам помогала. И мы все шли к ней с какими-то просьбами. И было все в мире тогда, да. Тогда хлынули все. Но мы старались продукцию, чтобы покупатель не покинул нас. И мы вырабатывали продукцию вкусно. И вкусно до сих пор. И никто не скажет, что у нас такая продукция, вот какая была и какая стала. Вот она какая была, такая и осталась. Вкусно. А у вас гордость вас берет, когда заходишь в магазин. Да. И видишь, что первыми с полок исчезает продукция именно ваша. Ой, что вы, это вся гордость наша. Приходишь в магазин, я хожу в магазин «Океан». Даже другой раз вечером придешь, ее уже нет у нашей продукции. Даже люди, я помню, зашла, мужчина покупал. Я говорю, а я так стою рядышком, говорю, вы еще сырочки наши возьмите. Он говорит, я только ваши беру. И вы знаете, конечно, очень даже приятно вот это все видеть и слышать. И что наша продукция все-таки пользуется спросом. Ну, о сырочках мы поговорим чуть позже, а поглубже затронем тему безопасности. Безопасности в нашем случае молока для нашего здоровья. И тема 90-х сейчас актуальна. Тогда приходилось выживать, конкурируя с теми, кто вез в молоко, а бы как. Да и сейчас есть такие товарищи. Магнитогорский молочный комбинат выстоял в пору жесткой конкуренции, естественно, благодаря высочайшему контролю качества. Начиная с поступающего сырого молока, которое мы исследуем в приемной лаборатории предприятия, и уже по ходу технологического весь процесс, до окончания выработки продукции, затем реализация ее в торговлю, до окончания срока годности. Вся продукция всегда, образцы продукции оставляются у нас в специальном месте. В складе готовой продукции есть такой брокерский ящик до конца срока годности. И мы отслеживаем это всегда на всех этапах. Мы не берем честность продавцов, понятно, да? Кто-то там где-то что-то еще может. Что должен знать ваш потребитель? Прежде всего, когда покупает продукцию в розничных сетях. Обязательно нужно смотреть маркировку продукции, дату выработки, срок годности. Обязательно смотреть, откуда продавец вытащил эту продукцию. Потому что бывает такое, что продукция может находиться в отделе. Это недопустимо, потому что мы работаем на натуральном, из натурального сырого молока, закупаем его из хозяйств, а затем мы его перерабатываем, постелизуем. У нас все предусмотрено для хранения в жестких условиях. 4 плюс-минус 2 градуса. Открылись двери рынка. И магнитогорск завалило продукции всякой. Вы знаете, ситуация, по-моему, не сильно изменилась. То есть в городе в большом количестве представлены различные молочные продукты. Некоторые у меня вызывают сомнения вообще в пригодности к употреблению. Потому что я помню то время, когда через 3 дня после открытия бутылки сначала образовывались толстые сливки, а затем молоко уже становилось там дальнейшими продуктами. Как вообще можно молоко хранить и что у него полезного, если это молоко хранение 40 дней и больше? Чем оно отличается от вашего молока? Давайте по-честному. Ну, хочется сказать, что на сегодняшний день, то есть технология может позволять вырабатывать продукт. То есть это стерилизация, ультрапастеризация. То есть могут вырабатываться продукты по этой технологии и с длительными сроками годностей. Другой вопрос, что в этом молоке полезного у нас остается? То есть это, если у нас температура 130 градусов, то полезная микрофлора вся уничтожается. И в хранении оно, конечно, что там, чему развиваться? Нечему. Поэтому оно и хранится долго. Наш продукт проходит температуру пастеризации 80-90 градусов. То есть это тот режим, который сохраняет нам полезные свойства молока. Цельного молока, а не сухих смесей, из которых пытаются напоить миллионники, вокруг которых в природе не было ферм, способных удовлетворить потребности Москвы или Питера. Что там за производство, судить сложно. Но в эту линию приема и подготовки молока в году 2011 вложено полтора миллиона долларов. То есть в юбилейный год молочный комбинат работает на перспективу. Мы на сегодняшний день внедряем новое технологическое оборудование, работающее в автоматическом режиме. Вот это все вы когда купили? Приобретали, значит, с прошлого года. А внедрение на сегодняшний день проходит пусконаладочная работа. То есть можно говорить о том, что на рынке, естественно, все оценивает потребитель. Потребитель покупает и выбирает первый вкус. И на эти же деньги вы производите реконструкцию? Конечно. Других источников у нас нет. То есть об этом можно говорить и о востребованности вашей продукции? Да. За 80 лет мы ушли далеко от начальной стадии и на сегодняшний момент. Все этапы производства и вся продукция, которую мы вырабатываем, соответствует сегодняшнему дню. На сегодняшнем дне мы выпускаем и модернизируем, и применяем высокие технологии. И вот еще одно подтверждение этих слов. Я с детства довольно ровно дышал к молочной продукции, но было то, что заставляло бежать в магазин из холодных противней доставать то, что уходило на расхват. Ванильные сырочки, влажные тогда еще бумажные упаковки. И ведь часто случалось, что сырочек этот до дома-то и не доживал. Потому как это был, ну, по крайней мере для меня, лучший первый вкус. Сегодня и сейчас это новая линия по производству глазированных сырков в смысле творожных батончиков с наполнителем, вкус которых заставляет задуматься о необходимости вообще отказаться от конфет и шоколада. И это тоже подарок городу от молочного комбината в год 80-летия. 15-й год, и у вас будет все новое оборудование. С чем мы можем поздравить горожан? Ну, наверное, можно поздравить и пожелать здоровья. При условии, что это будет первый вкус, продукция первого вкуса, которую мы вырабатываем. Для вас, для здоровья, для поднятия тонуса иммунитета. Приобретайте, покупайте. Мы рады. Здоровье в каждой капле и здоровье в каждой ложке. Здоровье в каждой капле и в ложке.